Здравствуйте! В эфире Православная Красногория. 19 декабря Святая Церковь будет молитвом в спиной память День Святителя Николая Чудотворца. Этому святому, а также другим предстоящим событиям и праздникам мы посвятим нашу сегодняшнюю программу. Гость студии – священник Сергий Генчиков. Добрый вечер, отец Сергий. Здравствуйте, отец Сергий. Рад приветствовать вас в нашей студии. Свят Николай – один из самых почитаемых святых на нашей земле. И даже новые храмы, которые появляются в Красногорске, строят сейчас новый храм в Павшинской пойме. И также он будет, дай Бог, когда достроится, освящен в честь памяти святителя Николая. Одна из отличительных черт святителя Николая – это его ревностное служение пастырское. И вот люди, чувствуя его ревность, часто к нему прибегают за помощью. Вот что такое ревность с точки зрения духовной? Где вот так, что иногда бывает ревность как страсть и грех, А вот ревность святителя Николая, она такая, имеет очень сильную духовную составляющую. Расскажите об этом вещах. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы, как-то у нас уже традиционно, батюшка, получается у нас с вами под Николая Чудотворца встречаться. Поскольку вы клирик храма святителя Николая. Да, ну и вы, батюшка, тоже несли свое послушание в нашем храме. И поэтому, наверное, Господь так устраивает по молитвам святителя Николая, чтобы как-то интересные вот эти аспекты поднимать. Но, конечно, это неисчерпаемая личность святителя Николая, это неисчерпаемая кладезь всевозможных тем, потому что, ну, это вот как мы уже все, конечно, знают святителя Николая, это один из самых почитаемых святых вообще в мире, наверное, если не самый почитаемый, да, потому что уж четвертый век, казалось бы, когда уж был, сколько уже было святых с тех пор, а все и прибегают, и прибегают за молитвами к святителю Николаю. И вот как раз, батюшка, конечно, очень яркое сюда слово, слово ревностное, служение и пастырское, и архипастырское, вот он же был архиепископом, мир ликийских чудотворец, как мы его знаем. Мир ликийский – это современная Турция, вот где Анталия, наверное, многие были, у нас популярное, как говорится, направление. Вот, и вот эти мир ликийский, вот тогда были центром православия в IV веке, и святитель Николай, возглавлявший эту кафедру, он, конечно, отличался, ну, как сказать, непримиримостью, вот именно бескомпромиссностью по отношению к грехам. Но, строго говоря, и к авторам этих самых грехов, и автору главному, то есть он боролся за дьяволом, с его слугами, бесами, боролся как настоящий воин. Вот, и, конечно, эта ревностность, она, конечно, ну, собственно говоря, жиждилась на первую очередь на соблюдении обетов крещения, которые мы даем с вами, братья и сестры, когда мы крестимся. Вот, некрещеный не знает, что это такое, а кто крещеный знает, даже если он крестился в младенчестве. Вот, дело в том, что вот таинственное крещение, вот, которые, вот, два слова, вот так сказать, вот эти обеты, они, собственно говоря, даются в вечности, ну, крестные, конечно, вот приходится с сожалением констатировать, что люди, когда их крестят, очень мало потом возвращаются в храмы, ну, даже несмотря, что и обещают, несмотря, что и огласительные беседы проходят, и, казалось бы, вот, пожалуйста, делай, вот, храмы приходи, службы идут каждый день, там, в нашем храме, или вот, в Путилково, пожалуйста, да, приезжайте в наш храм. Всегда идут службы, каждый день. Каждый день можно причащать своих детей, и, тем не менее, ну, и самим, конечно, и, тем не менее, можно констатировать, что процент наш мизерный, очень морсно-микроскопический, из того количества, которое мы крестим, и того количества, которое реально потом приходит в храм. А почему? Дело в том, что вот этой самой ревности как раз и не хватает. Ведь, на самом деле, строго говоря, когда человек только что крестится, пусть даже это и младенец, или взрослый, ну, собственно говоря, он тоже младенец становится, потому что отсюда начинается его жизнь реальная во Христе. С этих самых обетов и с реального крещения, и мэропомазания таинства. Вот. Тут можно такой параллель провести, что, допустим, если вот росточек маленький из земли пробивается, что ему требуется? Ему требуется, чтобы за ним ухаживали, всячески его ограждали, может быть, посадили что-нибудь такое, чтобы животные на всякий случай, или кто-нибудь там не прошел случайно, там, как бы, собака там, или где-нибудь на огороде, да? И вот, надо его поливать, надо смотреть, немаленько он растет, потому что его очень легко ликвидировать, да? То есть, берется просто сапогом его, и нету, да? А вот когда оно становится вот таким вот деревом, три обхвата, тогда уже и бензопила нужна. И вот как раз враг рода человеческого, он как раз любит бить на взлете. То есть, именно потому что, и так ли, ему так проще? Вот был случай такой практики, интересный, с крещением связанной. Обратилась одна женщина, обратилась вопросом, ну, не хотите ли вы стать крестной к другой женщине? Тогда спрашивают, а какой мотив? Ну, что-то я сомневаюсь, да? А дело в том, что мы ходили там к колдунье, а она сказала, что у вас ребенок не крещеный, а я ничего не буду делать. Вот вы идите покрестить, потом ко мне приходите. Вот именно чтобы этот росточек сразу его загубить, да? Вот, и все. Конечно, мы не помним обеты, крещения, но напомним их, да, батюшка? Мы же можем напомнить, что это за обеты. Ну, во-первых, существует специальный чин, чин отречения сатаны. От этого самого главного виновника гибели рода человеческого, да? И, соответственно, от всех его ангелов. Ангелы, падшие ангелы. То есть, духи злобы поднебесные, как их называет апостол Павел. Кто это такие, в строгом смысле? Ну, только это бесы. Блуда, прелюбодеяние, сквернословие. Ну, дальше, вот все, пожалуйста, заповедь открывай. И вот у каждого ты найдешь обязательно, да, гнева, ну и так далее, раздражительность. Там есть, в общем, в ассортименте. Но, чтобы все против совести, все против заповеди, против закона, против других людей. Условно говоря, проезд на красный свет, умышленный, или нарушение какой-либо правил дорожного движения, это из этой же серии. То есть, мы, как раз православные христианы, не можем себе позволить такого. Вот почему? Потому что мы давали обеты крещения. Мы не можем себе этого позволить. То есть, мы, православные христиане, должны настолько высоко нести вот это звание православных христиан, чтобы никто никогда не мог бы сказать, а представляешь, соседка одна другая, а представляешь, он еще в храм ходит. Это он представляет, что он исповедуется, там причащается, а посмотри, как он живет. Ну, он живет сплошнее беззаконие. У них все время мат там и так далее. Собственно говоря, апостол Павел об этом писал в послании, что имя мое, то есть имя Христово, бывает поруган среди язычников из-за вашего поведения. Да, совершенно точно. Совершенно точно. Вот. А почему? Потому что забыли дорогу в храм. Потому что забыли, что, в принципе, эти обеты давали. Можно подумать, их священнику дают, эти обеты. И священник крестит этих самых малышей или взрослых. Крестит Господь через священника. То есть, с каким стоим сердца крестит священник, это и он будет отвечать на страж в суде своим личным. Но таинство через него совершается в любом случае. Да, если он правильно поставленный православный священник. Спрашивается. А отрекаешься? Вот тебя же ведь спрашивают. Отрекаешься от сатаны и всех дел его, всех ангелов, всех гордыней и служений его? А ты никак попугаешь, отвечаешь-то. Ты же смысленный человек-то. Ты же сам пришел. Тебя не то, что там силком затащили. Вот давай, там тебе что скажут, то отвечай. Нет, ты же отвечаешь от себя. Отрекаешься, не отрекаешься? Да, нет. Даже с очень имени доброй воли человек и не крестит. Да, конечно. Ну, а если ты говоришь, нет, я вот как изменял жене, так и буду изменять. Вот извините, но я это не брошу, потому что сейчас так принято. У нас так принято на работе, понимаешь. У нас корпоративы, и поэтому я вот сейчас новогодний. Поэтому сейчас тоже грех уже там не это. Да? Да. Всего вам доброго. Да? Есть что-то другие крестные? Нет, так приходите в следующий раз, когда найдете крестных, которые не будут вот так вот считать. Почему? Потому что это Богом дело проклятое. Нету вариантов у тебя. Если ты хочешь называться православным христианином, ты не можешь участвовать в том, в чем участвует весь мир. Пусть даже он сам весь, вот все 7 миллиардов участвует, а ты нет. А ну, в принципе, ты свободен. В том, что он все делает, ты, Господь тебя сделал свободным, и ты можешь выбрать участвовать, не участвовать. Вот это все решает. Ты давал обеты, ты и будешь отвечать. Остальные принесут покаяние и ответят сами за себя. И спокойненько Господь им просит, а они в Царствие Небесное там все попадают. А ты со своими, как все, так и останешься неприкаянный. Вот такая логика. Но этим не ограничивается. Ведь раз ты отрекался от сатаны, три раза надо, чтобы ты не забыл. Потом еще нужно дунуть и плюнуть на него. На Запад характерное направление. Должен дунуть и плюнуть в знак полнейшего презрения к нему и к всем этим самым духам злобы поднебесного. Значит, ты на них плюешь и обещаешь Богу, даешь обет, что ты с ними никогда не в кемпирском раскладе, как скажут сейчас, ни при каких комбинациях не будешь иметь дела. Понятное дело, что многие возражают, что ну еще теперь как же не грешить, что же теперь жить как же совсем, это же надо в монастырь тогда уходить. Ничего подобного. Вот в те времена, когда жил святитель Николай, ну и раньше, в первые века христианства, не было разницы между мирянами и монахами. Разница только была без барачей, которые монахи дают обет. И то раньше были еще и епископы тоже женатые, это потом что-то отменили. А так, в принципе, разницы никакой не было. Все жили, потому что все понимали, что второе пришествие может минуту на минуту случиться. Во-первых. Во-вторых, потому что были гонения. И все понимали, что если ты крестишься во Христа и называешься христианином, то будь готов в этот же день, что тебя заберут, приедет воронок, и тебя отвезут и бросят к львам там, или будут там варить кипящим маслом, строгать с железными крючьями. Ну, в общем, у них этот ассортимент, он с веками мало меняется, но только вот новые там придумывают, чтобы не пачкаться, типа и гильотина там. Ну, а так, в принципе, все то же самое. Что меч, ну, в конце концов, мечом, голову там, спрашиваются, ну, чего изменилось? Ничего не изменилось. А только мы закоснели. То есть только мы стали уступать соблазну разнообразия, только мы стали подминать православные догматы и свои вот эти обеты под сегодняшний день, под злобу, интересное слово дня, да, и встраивать свое, как сказать, православие в свою жизнь, а не себя в православие. Вот так можно как-то выразиться. Потому что был у меня случай, когда мне говорили, а можете вы рассказать вот об вот этом явлении, да, в рамках православия? Я говорю, нет. Я могу рассказать о православии, да? А в рамках, ну, вернее, о... Нет, о православии в рамках вот этого явления. Не буду говорить, какого, да, чтобы не обижать, да, это явление самого, ну, движения, я бы так сказал, да? Я говорю, нет, я могу сказать наоборот. А в рамках православия может быть чего-то внутри него, а оно не может быть в рамках чего-нибудь. Это народ Божий, да? Это Церковь Христова, которую Господь здесь поставил. И уж извините, молитвами таких святых, как Николай Чудотворец, она держится, будет держаться. И я, говорит, Господь, буду с вами во все дни до скончания века. То есть и во рта ада не одолеет ее, эта самая церковь. И если кто-то вдруг считает, что ну ничего-ничего, можно там чего-то, то это совершенно не означает, что церковь из-за этого становится запятнанная. Нет. Вот ереси тех же самых тех времен, четвертого века, арианства. Вот как раз где святитель Николай был в 325 году, Никей, это недалеко от Константинополя, Станбула современного. Там же было арианство, арий был осужден. И поэтому вот его в ересе, арианство, спрашиваются, ну что изменилось? То как... Сам же ты же... Это же самоосуждение. То есть не то, что тебя собор, а самого тебя осуждает. Ты сам осуждаешь. Почему? Потому что ты меняешь догматы веры, которые Господь дал сам. Не то, что это люди придумали. Вот некоторые говорят, что это же люди придумали Евангелие. Или там вот эти... Сейчас же люди заседали на этих соборах. Вот эти 318 епископов, например, этого самого в 325 году. Какие люди? А вы подумайте, посмотрите, какие люди там заседали. Николай Чудотворец, Спиридон Тремифунский, Аванасий Великий. Почитайте, вот житие их, да? И будет ясно, что это не просто тебе люди, какие это один из. Да? Вот. А житие житием. А потом еще с 4 века сколько прошло еще веков. И в каждом из этих святых такое количество происходит чудес ежедневно. Да? В каждой машине современного автомобилиста висит образ вот такой иконочка Господь Вседержитель, Пресвятая Богородица и Святитель Николай. И обязательная программа. Да? Почему? Потому что все верят. Так ли хотят, алине не хотят, все равно все верят, что Николай Чудотворец поможет. Всегда. И он всегда помогает. Что интересно, кто верит. Отец Сергей одной из, да, как вот ревность и Святитель Николая. Самое главное, что он, слова и дела его, и его обещания, и его дела, они всегда были одинаковыми. Никогда не расходились. Как вот современному человеку научиться, чтобы его слова не были пустословием, а обещания не сотрясали воздух и не более ничего. Ну, для этого это как раз, вот эта учеба, вот эта вот, ну, то есть наука из наук, это, собственно говоря, и есть. Вот это вот, я бы это назвал словом карабканьем, да, потому что не получится, наверное, семимильными шагами. Но, в общем, это такая вот школа православная, школа смирения, в первую очередь. Школа, ну, главное, через смирение можно достичь главного, достичь любви. И вот когда ты достигнешь любви, тогда ты поймешь, что такое мирное состояние духа. Когда ты всегда всем доволен. и автоматически счастлив. Ну, раз у тебя нет претензий ни к погоде, ни к жене, ни к правительству, ни к каким-то там еще, ну, нет у тебя ни к чему, ни к коллегам по дорожному движению, ни там, не знаю, ну, никому нету. У тебя нет претензий. Почему? Потому что ты смирился перед Богом. И тогда вот это вот результат вот этого его смирения, кротости, да, воздержания, да, это ты получаешь, в конце концов, от Бога величайшие плоды. Вот этого самого нераздвоенности своей личности. Вот как было у святых. У всех святых так. Да, вот Николай Чудотворец ярчайший образец именно, что вот этой нераздвоенности. То есть всегда один и тот же. У тебя нет масок. То есть ты всегда Христов. Куда тебя, не поставь, в какие условия. Хочешь в гулаг, хочешь в купе в поезде, хочешь в отпуске где-нибудь на море, хочешь с женой, хочешь на работе, хочешь вот в телестудии, хочешь где хочешь, ты всегда один и тот же. И всегда готов, как говорит апостол Петр, готов скротостью дать ответ в своем уповании. Да? Когда у тебя потребуют отчета, ты должен быть готов скротостью. Вот это подчеркивает апостол дать ответ в своем уповании. Упование у тебя какое? У тебя... Вот это вопрос целеполагания. Это главное, что... И это даже не столько вопрос веры. Верю, не верю. Это вопрос, в первую очередь, целеполагания. Зачем я живу? Вот этот вопрос, ты должен ему дать у себя ответ. Нас всячески пытаются увести от этого вопроса. А все, ну, кругом, ну, и средства массовой информации, и коллеги по работе, и все подряд, они всегда говорят, что это слишком сложно. Это нужно... Это же надо... Ну, там, какие-то словечки придумывают, там, типа, грузить, там, или еще какие-то вот такие, да? Ну, что это... Ну, в общем, надо попроще ко всему относиться. И это очень опасная стезя. Попроще относиться. Мы же отличаемся от животных. Да? А чем мы, собственно, отличаемся? Homo, Homeus, Lupus, Est. Человек-человек-волк, да? Вот уголовная система ценностей, да? Вот когда беззаконие становится нормой, да? Когда беззаконие покрываются какой-то там круговой поругой, там, или чего-то, и становится... Все вверх в тормашки становится. Вверх в тормашки, да. С ног на голову. Вот. То есть ровно так, как Господь не благословлял. Господь как благословил? Кротостью, с воздержанием. Любовь – это жертва, да? С собой, своим временем, там, не знаю, здоровью, жизнью, самое главное. Нет больше той любви, чем если кто-то положит свою жизнь, за други своя, да? То есть это ратный подвиг, в первую очередь, да? Ну и не только. Это служение, когда человек находится... Ну, когда человек... Ну, там, врач, например, да? Он с ног падает 20 часов, там, но он никуда не девается, там, оперирует, все по-настоящему. Вот. И борется за жизнь, там, своего пациента, которого, в принципе, он не знает его, да? То есть это была его жена, там, или ребенок, там, можно было, как бы сказать, понять. Ну, он же его первый раз в жизни видит. Он другой веры может быть. Он вообще может быть другое. А человек... Ну, вообще какой-нибудь сектант, там, или сатанист. А это не важно в данном случае. Да? Потому что, если его спасти, этого сектанта, то он может понять, что это было промыслом Божиим, принести Бога покаяние, принять святое православие и спасти свою душу. И за эту душу в каком-то смысле борется, в данном случае, вот врач, который, падая с ног, все равно делает, да? Вот это дело. Отец Сергей, вот, в Священном Писании, отходя от основной темы нашего разговора, есть такие слова, что будьте как дети, и тогда спасетесь. Говорит Господь. Многие не понимают этих слов. И вот наши телезрители хотели бы через меня задать вам вопрос о том, как более правильно понимать вот данные строки Священного Писания. Да. Там есть еще, вот такая у него в другом месте, еще такая преамбула, что, ну, собственно, есть евангельский эпизод, когда Господь сидел и учил своих людей большую толпу. А некие люди, ну, скорее всего, это были мамы, да, ну, которые тоже любят своих очень детей, они любят, чтобы, ну, детям тоже благословение дал Господь. Они же знали о чудесах, которые он совершал. И они пытались как-то протиснуться к Господу, и чтобы он благословел. А ученики, вот как иногда бывает у нас в храмах, такие вот, да, ревностные, только в данном случае в кавычках, люди, которые говорят, куда-куда вы с детьми тут будете тут, или не только с детьми, но если человек первый раз пришел, вот он, ребенок, да, ему, например, 28 лет, а он первый раз еще в храм пришел, да, а ему обязательно скажут, что он что-то не так делает, куда-то ему надо не так, здесь, а он не спрашивал, он пришел просто понять, что тут как, да, вот, но без всякого полномочия ему вот ревностно в кавычках с чистым сердцем, как бы сказать, желая лучшего, но таким образом, что он потом больше никогда не придет, почему, потому что это для него слишком, да, жестко слишком, для него твердая пища, да, ему надо молочка, вот, и также вот эти вот ученики по своему родению, по заботе, как бы в кавычках в данном случае о Господе не пускали младенцев к нему, чтобы он их благословлял, и Господь сказал очень важные слова для них, для всех нас, точнее говоря, да, пустите детей приходить ко мне, потому что их есть Царствие Божие, их младенцев, что вы делаете, младенцев не пускайте ко мне, и, кстати говоря, современную маму, папу и крестных как раз вот можем связать как раз таки, а это те самые как раз люди, которые не пускают своих младенцев, как Богу. Они ему покупают как раз эти планшеты там и все прочее, засаживают его за телевизор, и они его не пускают к Богу, они ставят стенку между ним и Богом, вместо того, чтобы его причащать и читать ему там Евангелие, петь с ним тропари, условно, церковные, чтобы он понимал, что родителям Бог нужен и крестным. Нет. Вырастет, сам разберется вот эту вот колесицу, еще чего-то, много всего придумывается такого, ну, лишь бы только оправдать свое нерадение, а воспитание детей в христианском духе. Вот какие-то современные дети, они же ведь особенные, они все обязательно должны в интернете. Чего? Почему они обязательно-то? Кто это вообще сказал? Как они хотят, так они и живут. Как ты им, вернее, скажешь, так они и будут жить. У тебя дома нету? Они же где-то там нахватаются. У нас дома не принято. Все. Если они тебя любят, если ты со своей женой живешь в мире, да, и жена слушается тебя, то для него, а ты Бога, то, естественно, для детей слушаться родителей. Если родители в любви живут, а не в склоках, а так они ему засаживают его, а сами в склоках. Вот. И это как раз не пускание к Богу детей. Это, как бы сказать, на полях заметки, да? Вот. А вообще Господь тогда взял одного ребенка и как раз поставил его. Это ребенком был Игнатий Богоносец, священномученик, который пострадал за Христа в 107 году от Рожеста Христова, но тогда он был отроком. Ну, по церковному преданию это был именно он, отрок. Он его поставил посередине и сказал, если вы не будете как дети, то не сможете войти в Царствие Небесное. А это очень важно для нас. Что значит как дети, да? Ведь есть еще другое. Будьте мудрые, как змеи, и просты, как голуби. То есть есть очень много разных вещей. на каждый случай Господь нам дал на всякий случай оружие. Вот этот меч духовный, священное писание, он нам всех, всем нас наделил, чтобы мы не про бисер перед свиньями, например, да? То есть про все на всякий случай нам поставлено, и чтобы мы это в контексте могли применить. Конечно, это очень трудно сделать поначалу, ну и вообще в принципе это трудно сделать. Без Бога это и невозможно, но поэтому нужно и духовное руководство, нужно и чтобы тебе было у кого спросить. Если уж совсем не у кого, попроси святителя Николая. Святитель Николай, помоги мне разобраться в православии. Как мне сейчас поступить в этой ситуации? Перекористился. Ой, сразу все ясно. Ну надо же как. Потом только не забудь молибен благодарственный святитель Николаю. заказать. И вот что это за такая детскость? Дело в том, что вот эта вера, которую нужно для спасения души, чтобы она у тебя была вера христианская, она должна быть не с испытанием. То есть не поверю только если будут обязательно какие-то чудеса. Хотя на самом деле все мы прекрасно знаем, кто начинал своего церковления, особенно если в каком-то возрасте взрослом, но только их сейчас подавляющее большинство, все прекрасно знают, какие поначалу даются чудеса от Бога. Такие неразрешимые какие-то ситуации разрешаются чудесным образом. Почему-то вдруг ни с того ни с сего врачи те же самые вдруг был рак четвертой степени, тут пожалуйста нету вообще ничего. Как будто никогда не было. То есть очень много такого рода чудес, которые Господь творит, продолжает творить их и в наши дни, в реальности, очень много. И чтобы ты на всякий случай запомнил себе, что ты как раз дети Божии, то есть сын Божий, сын, то есть мальчик, самое лучшее для тебя состояние. Потому что взрослого сына спрос больше, чем младенца. И не будут его журить взрослого. Ему уже так выскажутся, что уже не встанешь. Поэтому если нам удастся стяжать именно детскую веру, что верую Господи, что ты можешь сие створить. Вот он спрашивает даже, а веруешь ли ты слепого? А что ты хочешь слепой, чтобы я тебе сделал? Хочу, чтобы мне прозреть. А ты веруешь или ты, что я могу тебе сие створить? Верую Господи. Ну иди. Как ты веровал, вера твоя спасла тебя. Пошел прозрел. Апостол Петр, веруешь ли ты, а ты веруешь, что ты можешь пройти по водам? Вот так, как по асфальту. Веруешь. Ну иди. Пошел, перестал веровать, стал тонуть. Почему его Господь спас? Потому что он стал кричать, Господи, спаси, помоги, тонуй. Вот это, братья и сестры, для нас самое главное, что мы, у нас есть возможность обращаться, у нас во Христа крестившихся, есть возможность обращаться к своему Отцу Небесному. Отче наш молитву не мог читать некрещеные, потому что Бог им не отец. Он для них ну какой-то субстанция некая, абсолют, ну какой-то, ну или даже просто Бог, ну такой какой-то страшный громовержец какой-либо или кто-то, нет, но только не отец. Вот любое подставь, господин, злой или добрый наоборот, но только не отец. Так это возможно только для нас, для Христовых, вот, чтобы мы обращались напрямую. И отец, неужели же он нас, создавший и именно благословивший нас именно так жить, как он благословил, он нам дал те заповеди, которые он не спрашивал, давать или не давать. Он ровно дал те, какие он счел полезными для нашего спасения. Сколько мы можем вместить? Могли вместить завет закона? Дал заповеди Моисеева 10. Он потом их отменял? Нет. Он просто новый завет положил, новый договор, союз между Богом и человеком. Не отменяя те заповеди, он их трансформировал в заповеди любви. И, соответственно, когда у Моисея было две скрижали, на одной было четыре заповеди, а на другой шесть. Не вот так пять-пять, легче же, удобнее было бы, да, симметрия, понимаешь? Нет, четыре и шесть. Четыре относились к Богу, а шесть к ближним. И вот эти как раз заповеди Господь и суммировал потом в элементарные для нашего понимания вещи. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. Все. Вот они заповеди нашего Нового Завета. Всего лишь навсего. То есть, в принципе, возлюби Бога, возлюби ближнего, возлюби себя. Три объекта, которые надо возлюбить. Отец Сергей, продолжая тему детскости, однажды было в истории церкви даже, даже несколько случаев, но один из самых примечательных, это когда дети выбрали целому городу новые епископа. 20 декабря Святая Церковь празднует память святителя Амвросии Медиаланского или Миланского, как будет более удобно нынешнее название этого итальянского города. Вот расскажите про необычное житие этого святого, которое очень яркое, но, к сожалению, многими людьми подзабытое. Да, это, конечно, святитель Амвросий Медиаланский, или правильно, это современный Милан, собственно, столица провинции Лигурия в Италии Северной. Это, конечно, действительно такое уникальное событие в истории церкви. Это тоже IV век, но там он немножко помладше святителя Николая, может быть, на полвека. Но с высоты XXI века это, конечно, более-менее одно и то же. Но он как раз в этом самом Милане был не крещен, он был оглашенный. Оглашенные это те, кто хотят принять крещение и готовятся к принятию Таинского крещения. Читают Евангелие, посещают богослужения соответствующие, где и можно присутствовать, как говорится, на литургии оглашенных, и готовятся, готовятся, готовятся. И был спор между жителями города, нужно было выбрать епископа, и никак не могли решить, кого выбрать. Дело в том, что была упомянута ересь Ариан, тогда как раз она была, буквально захлестнула тогда православный мир, было очень много Ариан, и Ариане выдвигали своего епископа, ну а соответственно православные, уже теперь скажем православные, то есть это те, которые сохраняют апостольское предание и чистоту веры совершенно без каких-либо искажений. А Ариане соответственно это те, кто исказили, поэтому и были подвержены анафеме. И продолжают быть, кстати, кто так считает, тот тому анафему, как они. И вот эти самые Ариане пытались своего выбрать, а православные никто не знал, кого выбрать. И вдруг ни с того ни с сего все услышали детский голос, такой младенческого, который закричал Амвросий епископ. Епископ это для понимания, вот мы с батюшкой, мы священники, над нами обязательно должен быть епископ. Епископ без церкви не бывает. То есть еще по-другому называется начальник нас, пастор и начальник. То есть пастырь пастырей. То есть мы пастыри-пастухи, которым пасут овечек, а есть еще сверх такие пастухи, которые пасут наш самих, вот этих самых пастырей. Ну, то есть условно говоря, как по-военному, вот есть командир полка, а есть там командиры дивизионов, и вот этих командиров дивизионов, ну, или там род, да, проще, их подсчет вот он, командир полка, он их собирает на совещание, он объясняет каждому свою задачу, ну, и так далее. Вот это вот у нас такое. И вот епископ это вот тот, кто над священниками. Амфросий, епископ, закричал, ребенок, спрашивается, на каком основании. Чтобы выбрать епископа, у него должно быть такое количество критериев, чтобы он стал епископом человек, что даже это, ну, как сказать, мало кому вообще возможно. Да? Да и, в общем-то, можно сказать, и невозможно так-то. То есть, это Господь уже если поставит. И тут вдруг Амфросий, епископ оглашенный, вообще не крещеный. Как может быть, не крещеный епископом? Вот. И все поняли, что это воля Божия. И действительно, вот его покрестили, и очень быстро он стал епископом медиаланским вот этого самого города. И вот он прославился в церкви по сейчас, вот по сей день. Тогда, конечно, была абсолютно неразделимая церковь восточная и западная. То есть, не было никаких вариантов. Было единое православие. Ну, за исключением ереси, которые отпадали там Ариане, там Лейконоборцы впоследствии, Монофилиты, ну, многие другие там. Не из числа, кстати говоря, сколько было ересей из возможных, да? И ересей, еще выходившие из ересей. Вот. Что это, передачи не хватит, наверное, только перечислять. И вот тогда, в IV веке, святитель Амвросий, вот он составил знаменитую гимн хваления Господа, вот благодарственный, да? «Тебе Бога хвалим». Он очень длинный, но зато, вот если, братья и сестры, всем очень, как сказать, можем порекомендовать, наверное, мы с батюшкой, что если Господь окажет вам какую-то милость, какое-то произойдет у вас чудо, или как-то вы попросите, и Господь вам даст, вы найдите себе вот этот гимн, «Тебе Бога хвалим», и попробуйте вот его прочитать. и вникнуть в глубочайшую вот действительно любовь святителя Амвросия к Богу, и вот уровень вот этой благодарности, который, ну вот он приносит этот гимн в твое сердце, да? И когда ты молишься этой молитвой. Кроме того, он еще, вот мы читаем перед литургией, как священники, у нас есть еще тоже очень, ну, несколько очень длинных молитв, которые читаются, когда священник собирается совершать литургию. Тоже очень проникновенная, вот она, находится в книге «Канонник», очень проникновенная, и, но тоже не только настраивающая на соответствующее благоговение перед совершением величайшего таинства тела и крови Христовых, но и на, ну, как сказать, ну, и призывает, как сказать, и ополчение ангелов, чтобы, ну, чтобы тебе, вот, мочь совершить это величайшее таинство церкви. Вот. Ну, действительно, такое великое чудо, и, как показала практика, голос ребенка в итоге возвестил не просто епископа, а нового святого церкви. Вот, как вам кажется, возможно ли взрослый человек на самом деле же скажет, вот, будет как ребенком, как вот церковь совсем, странные формулировки, вот как взрослому человеку, хотя остались несколько минут в конце эфира, объяснить, что быть ребенком, это не значит понизить себя. Ну, не инфлянтилизм, конечно. найти те струны души, которые всегда оставляли одного человека восторгаться другим, а не видеть в нем волка. Ага, ну да, 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 хороший большой вопрос, потому что, вот именно, а так это без Бога невозможно. Вот в чем тут именно вся вещь-то. То есть, даже само получение этой детской отсти, да, само получение, вот чистой, настоящей молитвы, это дар Божий, который именно человек просит, да, вот Господь как раз нам и сказал, просите и дастся вам. То есть, объяснить вот такую вещь на самом деле, ну вот, что это такое, например, допустим, ну как так быть без грехов? Вот как так вот без грехов? Берешь и раз, и ты без грехов. Как ты это объяснишь? А нам-то это знакомо состояние. Мы-то его знаем. Через таинство покаяния и через таинство причащения Господь очищает и Сам дает эти дары. Вот это ощущение мирного состояния Духа, что тебе все прощено. То есть, ты абсолютно чистый, как младенец. И вот это младенческое состояние, вот не растеряй после причастия. Ты его не растеряй. Неужели, вот, ну это я тем, кто причащается, говорю, но тем, кто будет причащаться, вот мое пожелание, да, чтобы все телезрители, вот всем бы захотелось понять, что это такое за православие. Как это так? Вот они говорят о таких вещах, отцы, священники, а как это работает? Технически, как это возможно понять вообще? А невозможно понять без опыта. Вот именно поэтому то мы всех и приглашаем вот принести Богу в таинстве покаяния, чтобы понять, что такое быть без грехов. То есть первый шаг при приходе в храм, приступая порог, это прийти на экспрессию. Ну, первый шаг, это прийти, спросить батюшка, благословите, вот я хочу спасти свою душу. Как мне быть? И к батюшке найдет индивидуальный подход, который Господь, через него же Господь действует, через нас, да, он нас на это поставил, служение. Типа скажем, что делать. Боятся того, что батюшка отправит куда-нибудь подготовиться или все, что не надо. Надо быть уверен, что батюшка встретит, обогреет и скажет все необходимое. Безусловно. Но во всяком случае... Потому что многие боятся именно этот первый шаг сделать. Боятся, да. Потому что батюшка в темную, весь черный, и он промокит, уйдет и еще. Да, да, да. Ничего не скажет. Да. Вот. А мы-то не на это поставили. Дело в том, что просто мы служить поставлены Богу и людям, а не командовать ими. Та власть, которая нам дана, это власть та за то, что мы будем отвечать. А не то, что нам нужно теперь, значит, идти там как-то это. То есть биться, как сказать, головой об стенку. Да? Нет. У нас задача не в этом заключается. Наша задача заключается, что все, кто к тебе приходит, это и есть. Вот лично к мне, лично к вам. Кто бы, где бы ты ни оказывался, в какой бы ситуации, вот я про маску говорил, где бы ты ни оказывался, чтобы любой человек, который оказывается рядом с тобой, он понимал, что через тебя он может получить ответ на свой вопрос. Где бы это ни происходило. А если ты ему такого ответа не даешь, мотивируя любыми категориями, то ты же будешь и отвечать, если этот человек... Или тебе покажется вопрос, например, допустим, слишком дурацким, простым, слишком. Ну, возьмем, почитай там, да? Да он почитал уже, он не понял. Это тебе понятно, а он не понял. Спасибо, отец Сергий, что вы нашли время прийти к нам в студию. Всех телезрителей призываю, тем более продолжая все дни Рождественского поста, не забывайте о том, что одно из самых главных дел в посте это приступание к Таинству Исповеди. Да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова